В Северском районе убили двоих пенсионеров. В полицию 10 января сообщили о том, что в одном из домов поселки Ильском нашли тела двух мужчин с признаками насильственной смерти. По данным следствия, тело 70-летнего хозяина дома и его 64-летнего сожителя обнаружили соседи в одном из домов по улице Пролетарской. Тела осмотрели, у одного погибшего были повреждения головы, у другого колоты резанные раны в области шеи. Возбуждено уголовное дело по пункту А части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ об убийстве двух человек. Для установления причин смерти назначили судебно-медицинские экспертизы. Расследование продолжается. В зале районной администрации состоялось очередное планерное совещание. Встреча открылась с награждением. Первое место в краевом смотре конкурсе на лучшую постановку массовой физкультурно-спортивной работы среди предприятий, учреждений и организаций получил Афибский нефтеперерабатывающий завод. Главная тема встречи – выполнение контроля поручений главы района за 2018 год по результатам встреч с активом поселений. С докладом выступила начальник управления организационно-кадровой работы Елена Красикова. В 2018 году на контроль поставлено 130 поручений. Из них 119 – это вопросы органов местного самоуправления, 11 – социального характера. Исполнено либо рассмотрено 104 вопроса. В работе на сегодняшний день находится 26 поручений. Также на встрече подвели итоги освоения бюджетных средств в рамках государственной программы развития культуры за 2018 год. О ходе ее выполнения рассказала начальник управления культуры Галина Куролесина. Государственная программа направлена на предоставление местным органам власти средств для увеличения финансирования отрасли культуры. В рамках полученных средств в 2018 году удалось отремонтировать чердачное покрытие и крышу Северского дома культуры, актовый зал Ильского ДК, произвести ремонтные работы в детской школе искусств поселка Афибского, межпоселенческой библиотеке, Смоленском и Афибском дома культуры. Планируется, что в текущем году в рамках программы средств на ремонтные работы получат Ильский и Григорьевский дома культуры и детская школа искусств поселка Афибского. С 1 января 2019 года страховые пенсии неработающих пенсионеров Краснодарского края проиндексируют на 7,05%, что выше показателя прогнозируемой инфляции. В зависимости от размера страховой пенсии прибавка будет индивидуальной. Если гражданин хочет узнать, какое точно его ждет повышение, он должен умножить размер своей страховой пенсии на 7,05%. Также с 1 января 2019 года дополнительную добавку к пенсии получат неработающие пенсионеры, имеющие 30 лет стажа в сельском хозяйстве и проживающие в сельской местности. Это 25% фиксированная выплата к страховой части пенсии, составляет она в сумме 1333 рубля. Специально обращаться за данным перерасчетом в пенсионный фонд не надо. В случае, если общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигнет 8657 рублей, то с 1 января 2019 года ему будет осуществляться федеральная социальная доплата к пенсии до этой величины. Именно такой прожиточный минимум пенсионера на 2019 год установлен законом Краснодарского края. С 1 февраля текущего года также проиндексируют размеры ежемесячной денежной выплаты, которую получают федеральные льготники. С 1 февраля 2019 года будут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты, с 1 апреля 2019 года будут проиндексированы пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе и социальные. В августе 2019 года Пенсионный фонд России проведет корректировку страховых пенсий пенсионеров, работавших в 2018 году. Этот район в центре Сараева уже несколько веков известен своими мастерскими кузнецов по меди. Многими поколениями навыки передавали в семьях от отцов к сыновьям. Но теперь в Боснии появилась первая женщина, которую наследовала мастерство от своего отца. Нирмина Алич владеет небольшой лавкой, которую основал её отец, 81-летний Хаджан. Сегодня он самый пожилой кузнец Сараева. Он первым нарушил неписанное правило – передавать знания только мальчикам. Иногда он по-прежнему помогает дочке в мастерской. «У моей семьи не было другого выхода. Я единственный ребёнок. На самом деле, когда я была маленькой, отец не собирался передавать мне своё дело, поскольку женщины традиционно не становились кузнецами». В прошлом женщинам иногда разрешали выполнять определённую работу по декорированию изделий. Но ковкой и приданием изделиям формы занимались мужчины. Однако Алич буквально выросла в мастерской отца, поэтому постепенно узнала все тонкости. «Я знала, что могу делать эту работу ещё до того, как мне стало известно традиционное разделение между мужскими и женскими ремёслами». Нирмина говорит, что другие мастера воспринимают её на равных. «Мои коллеги, а это в основном мои соседи, меня хорошо приняли. То, что я женщина, никогда не было проблемой или преградой. Люди, которые владеют этим мастерством, уважают тех, кто тоже занимается этим делом, вне зависимости от их пола». В университете женщина изучала искусство, поэтому теперь использует свои знания, чтобы расширять ассортимент своих изделий. Например, она придумала подсвечники в виде кофеварок, а чаши с крышками превращает в декоративные лампы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова